Всем привет! Рад, что так много людей подтянулось на наш первый митап. Вика немножко не заспойлерила, но дальше у нас будут еще много интересных митапов под этой эгидой из Тинькофф Process Improvement. Начнем мы сегодня чуть-чуть приоткрывать завесу тайны о том, как происходит улучшение процессов в Тинькофф с моего доклада и Настинова. Итак, как же в Тинькофф появились delivery-менеджеры, чем они занимаются? Как уже сказали, меня зовут Витя, я являюсь руководителем оптимизации процессов мобильной разработки, отвечаю за наш мобильный банк, это где-то около 50 команд мобильной разработки и являюсь лидером профессии delivery-менеджеров. Немного исторических фактов, с которых нужно понимать, что Тинькофф это всегда большой процент и большое количество людей, работающих в IT, и мы исторически растем очень большими темпами, почти всегда этот рост составляет 100% год к году. но у нас за всю нашу историю, там более чем 15 лет, никогда не было ни скрам-мастеров, ни agile-коучей. Вот это может показаться немножко странным и вызывает вопрос, а как же мы там жили, у нас же там не waterfall, наверное, было, мы что-то там как-то работали, вроде даже продукты хорошие выкатывали на рынок. Чтобы ответить на этот вопрос, у нас есть ДНК Тинькофф, не обязательно, наверное, вчитываться весь этот слайд, изучать его детально. Его месседж в том, что у нас всегда была некая внутренняя культура, ее не так давно цифровали, назвали ДНК Тинькофф, но она была с самого зарождения компании, и те принципы, которые в ней сформулированы, они помогали нам быть достаточно динамичными. Если смотреть на эти пункты, то здесь нельзя увидеть какие-то там цитаты из agile-манифеста, да, или какие-то отсылки к известным практикам. Но, тем не менее, все вот эти принципы, они нас подталкивали к тому, чтобы быть гибкими и выстраивать эффективные процессы. И тут, собственно, возникает вопрос, окей, если мы были такие классные, у нас была ДНК, которая работала, все было хорошо, то почему же у нас появились delivery-менеджеры? Как вы думаете, какие есть версии в зале? Еще быстрее, так, да, хороший вариант. Окей, хорошие варианты. Тоже неплохо. Дон и сейчас не всегда есть. Ну ладно. Давайте немножко перенесемся назад в 5 лет в прошлое. Я расскажу вам про кейс, в котором я участвовал. Я на тот момент был руководителем разработки и была задача в Тинькофф реализовать CRM на замену вендорской. Мы сделали в начале MVP. У нас была большая вендорская CRM-система. Я возглавил там разработку в самописной CRM-системе. Она стала развиваться, получились первые результаты. Результаты всем понравились. Все сказали, да, да, масштабируем, мы в эту идею верим, давайте идти дальше. Ну и тут вот показано, сколько скоростью уросла команда. Если начале нас было 5 человек, через полгода стало почти 40, потом там еще почти на 100% выросли и дальше росли. И тут мы приходим ко второму вопросу. Как вы думаете, вот в этой динамичной команде, которая там по сути была изначально как стартап, а потом пошла активно масштабироваться, да, более чем 100 человек. Сколько раз мы меняли модели управления вот этой командой, этим продуктом? Правильный ответ я не знаю. Это было достаточно много изменений, да, наверное, тяжело их разделить на какие-то важные и неважные. Но если попытаться ответить на этот вопрос, то можно попробовать использовать модель социального окружения человека, как достаточно простую модельку, которая может вам выступить в роли подсказки. Эта модель, она еще называется число данбара, она показывает, как у человека выстроены его социальные связи. Ну, понятное дело, в среднем. То есть есть какой-то очень близкий круг, там, пять человек, про которых вы все знаете, что у них в жизни происходит, и они, соответственно, про вас тоже. Есть 15 человек, с которыми вы там общаетесь каждую неделю и тоже хорошо осведомлены. Вот, ну и потом в дальнейшие круги в них входит все больше человек, но вы все меньше знаете о том, что же в этом круге происходит, то есть вы уже знаете какую-то отрывочную информацию. Ну и в конце есть пара социальные связи, это когда связи между людьми односторонние. То есть вы что-то спросили у человека, узнали, а он у вас даже ничего не спрашивает, вы ему не интересны. И эту модель достаточно легко можно на самом деле наложить на команды образования и на то, как выстраиваются продукты, потому что в какой-то момент, когда команда росла и перевалила численность тогда где-то около 60-70 человек, то я понял, что мы не всегда знаем, одна команда не всегда знает, что делает другая, причем это достаточно регулярный кейс, даже в связанных командах. Вот есть независимых команд, которые делают свои продукты в рамках этого CRM, у каждой есть своя цель, но при этом эти цели не всегда сонаправлены и, соответственно, начинает происходить какое-то там расхождение в коммуникациях, в понимании того, что есть и того, что будет дальше. Ну и если просто считать граф человеческих связей, то там получается больше двух тысяч связей, ну понятно, что все общались не со всеми, по факту активных коммуникационных связей было около 800, и это на самом деле очень-очень много. Глядя на все это, стало появляться ощущение, что мы как команда растем, а скорость у нас пропорционально не прибавляется. Почему? Ну, во-первых, да, как я сказал, росло количество коммуникаций, соответственно, для того, чтобы о чем-то договориться, нужно тратить больше времени. Для того, чтобы принять решение, нужно тратить больше времени. Для того, чтобы быть в контексте, нужно большим количеством людей собираться что-то обсуждать. Росла когнитивная нагрузка, росла инженерная сложность, то есть если раньше в продукт добавить одну кнопку занимало 30 минут, то потом по мере увеличения сложности экрана, увеличения сложности продукта, каждая новая кнопка обрастала кучей и дополнительных вводных, и про них нужно было думать, про них нужно было синхронизироваться с другими командами, и это все у нас замедляло. Соответственно, произошел рассинхрон между командами, это нормально, у каждой есть своя цель, но появились очереди блокировки друг на друга, потому что мы все-таки делаем один продукт, и есть некий общий функционал, который все хотят использовать, или же просто одна команда ждет что-то от соседней. Ну и вишенкой на торте были то, что мы уже собрали все низковисящие фрукты, мы за первый год запилили очень много классной функциональности, которая по правилу Паретта требовала мало сил, но давала много визуального эффекта и функциональности, мы все это запилили, дальше остались задачи, которые сложнее. И в совокупности мы были в таком очень грустном состоянии, что мы вроде как-то растем, и вроде команда классная, и делаем много, но вот наш outcome как-то не растет, только output растет. Соответственно, возникла среда, в которой нам нужно отстроить дальнейшие планы, продукт нужно развивать, но непонятно, как вот в этих условиях мерить нашу реальную скорость, что же будет дальше. И пришло понимание, что кажется, нам нужно системно улучшать наши процессы, и это нам принесет намного больше, нежели добавление каких-то просто еще новых людей в команду в текущие процессы. Ну и при этом, при всем, да, мы посмотрели, посмотрели в прошлое, посмотрели в будущее и поняли, что дальше будет все только хуже. Система будет сложнее, все будет только сложнее, нужно как-то на это реагировать. Тогда я сказал, что ж, отделал на себя вторую шапку помимо руководителя разработки и пошел заниматься расчетом наших метрик, что потребовало очистить все джиры данные, все визуализировать и стабилизировать то, что мы поставляем. Пошел смотреть, как нам синхронизировать команды по каденциям, потому что есть блокировки и зависимости, которые надо решать. Пошел смотреть, как нам выровняться по целеполаганию, потому что без этого планы команд, они по-прежнему были не сонаправлены, и мы не могли себе ответить на вопрос, когда какая часть нашей большой функциональности должна появиться на продакшене, чтобы быть переиспользованы другими командами. И тут, соответственно, мы приходим к тому, что подключается Kanban-метод, который мы стали использовать поверх нашего скрама, стали применяться практики из Scaled Agile, и мы накрутили к этому всему еще сверху ОКР. Что же получилось? Ну, результат получился, как вы, наверное, догадались, неплохим, иначе бы я здесь не стоял. CycleTime начал стабилизироваться и снижаться. Были очень-таки легковесные API-плейнинги, которые позволили опционально командам синхронизироваться по фичам, которые нужны нескольким командам. И целеполагание помогло нам лучше прочертить планы развития и попадать в ожидания долгосрочные. После этого этот подход мы начали аккуратно масштабировать на другие бизнес-линии. И здесь важный момент, что мы его стали масштабировать не только как роль, потому что на момент этой истории я совмещал несколько ролей. Мы поняли, что польза от этого есть, и если этим заниматься системно на фулл-тайм, то можно получить еще больше пользы, особенно в системах и продуктах, которые еще более большие и сложные. В итоге у нас выделилась отдельная роль, и спустя два года у нас в Тинькофф есть 38 деливер-менеджеров в IT и пять в операционных подразделениях. Для понимания это сильно меньше 1% от сотрудников. И здесь важный вывод, что деливер-менеджеры не появились сверху, они появились внутри. Это не было таким запросом сверху, а давайте мы проведем изменения, и под это мы нагоним много людей, которые будут проводить. Нет, у нас была среда, которая поддерживала проведение изменений, и деливер-менеджеры появились как ответы этой среды на те челленджи, которые стояли перед продуктами. Кто же такой у нас деливер-менеджер? У нас есть описание на Вики, оно может быть немножко формальное, но деливер-менеджер — это data-driven менеджер изменений, который отвечает за выстраивание end-to-end процесса поставки ценности, сокращает time-to-market и увеличивает прогнозируемость. Если это немножко описать более человеческим языком, то деливер-менеджер помогает организации, во-первых, ускорить поставку продуктов на рынок, и самое главное, что он это делает в условиях увеличивающей сложности. Это может быть сложность как IT-систем, так и продуктов, процессов или каких-то внешних ситуаций. И при этом важно не терять в гибкости и эффективности как при масштабировании, так и при какой-то перестройке. Если с определением все понятно, давайте немножко раскроем, за счет чего мы это делаем. Если копать детальнее, то деливер-менеджеры у нас находятся в IT, они находятся под CTO. И их область ответственности — это end-to-end продукт, либо, если нельзя покрыть весь end-to-end, то те области, до которых можно дотянуться, плюс межкомандное взаимодействие с командами, которыми могут возникнуть зависимости. Количество команд у деливер-менеджера у нас где-то от 1 до 7. И количество людей, с которыми работает деливер-менеджер, оно варьируется где-то от 20 до 100. Здесь в зависимости от грейда деливер-менеджера и от сложности конкретной команды. Уровень, на котором он работает, это может быть, начиная с какого-то базового уровня IT-платформы и заканчивая полноценно бизнес-стейкхолдерами, руководителями, бизнес-директорами, или же какой-то поддержкой, которая происходит вообще вокруг всего этого продукта. Это могут быть маркетологи или кто-то из доставки. Уровень погружения точно так же варьируется. На низких уровнях зрелости команд иногда требуется погружение, которое можно сравнить с погружением скроммайстера, то есть достаточно много day-by-day работы. На более высоких уровнях зрелости уже не команд, а продуктов и сервисов, если мы говорим про KMM2, то уровень погружения уже сравним с agile-коучами, то есть это не ежедневная работа, это скорее работа по запросу и какое-то ведение бизнес-линии, задавание каверзных вопросов для того, чтобы они могли через это улучшиться. и получается, что влияем мы как от самых каких-то базовых процессов, дейликов, ретроспектив, до того, как в компании начарчена оргструктура, как разделены отделы и как проходят value-стримы. И тут опять же я повторю, что важная часть — это то, что мы работаем снизу, анализируя все то, что происходит в продукте, в котором мы находимся. И кейсы, они очень часто бывают близкие и похожие, потому что проблемы… не так много уникальных проблем возникает, но мы стараемся подбирать индивидуальные решения, оптимальные под конкретную бизнес-линию, а не просто копируя опыт из соседнего отдела. Соответственно, DM — это не про то, чтобы разово по запросу сверху что-то изменить, это про то, чтобы эволюционно развивать команды и достигать максимальной бизнес-аджилити, которую мы себе можем позволить. Delivery Manager — это полноценная профессия. У нас есть матрица грейдов, есть стандарт собеседования, анбординга, есть общий тулинг, который мы используем для визуализации, для планирования, для метрик. Есть внутри комьюнити, в которой мы обмениваемся опытом. И, соответственно, профессия помогает как сотрудникам, так и их руководителям с тем, чтобы ставить цель по развитию и понимать, куда развиваться и как оценивать этот рост. Вы, наверное, скажете, что вроде как бы понятно, но можно что-нибудь уже наконец-то поконкретнее какой-нибудь разобрать, пример. Да, можно. Сейчас сразу после меня выступит очаровательная Настя, которая расскажет про кейсы в нефинансовых сервисах. Я не буду вам это спойлерить и подведу пока промежуточные итоги. Кто же такой Delivery Manager? И что я вообще хотел сказать? Первое — это то, что очень важна культура, которая есть в компании. Может быть, где-то ее недооценивают, но инвестируя в нее, вы можете сэкономить большое количество усилий на проведение дальнейших изменений, так и в целом на количестве людей, которые вам понадобятся для проведения изменений. Чем больше продукт, снова возвращаемся к тем кружочкам, которые я показывал, и чем больше запрос на произведение изменений, тем оправданнее будет поддержка. Но она не обязательно всегда нужна, можно обойтись и без нее. Просто вы должны понимать, с какого момента эта поддержка становится действительно необходимой. И здесь важно стараться смотреть на максимально большой кусок продукта, на максимально большую сложность, для того, чтобы не получилось, что вы оптимизируете какой-то небольшой кусочек, а весь ваш большой value stream от этого не получает профита. Ну и измедения, как показывает практика, совсем не обязательно проводить топ-даун, не обязательно должен быть какой-то топ-менеджер, который их пропушивает. Начинайте их с уровня, на котором есть запрос, и на котором есть энергия для проведения этих изменений. Дальше вы всегда сможете масштабировать их вверх-вниз по value stream, если будет результат на том уровне, на котором вы начали работать. На этом у меня все. Спасибо. Так, ну у меня три вопроса. Первое пожелание показать нам в следующий раз, из кого выросли эти delivery менеджеры, ну 50 человек, то есть кто они до этого были. Вы сказали, они внутри выросли. Второй простой вопрос. Используете ли моб-программинг в командах? Ну это как бы про уровень зрелости. Да, нет, можно ответить прямо сейчас. И третий вопрос, более сложный. Итеративно-инкрементальная поставка ценности, но означает, что каждый раз менеджер принимает решение и берет определенные риски. Вот эти риски, они где-то фиксируются, контролируются в риск-менеджменте или нет? Окей. Первый вопрос, из кого они выросли. У нас где-то 50 на 50 разделения между менеджерами и инженерами, если говорить про бэкграунд. То есть у меня бэкграунд из разработки, есть люди, которые приходили из менеджмента. Тут, наверное, нет какого-то ответа, к чему мы стремимся, и то и другое хорошо себя показывает. Про моб-программинг. Да, я знаю команды, которые это используют, но это необязательная практика. На усмотрение команды остается. Про риск-менеджмент. Ну, наверное, у нас нету такой явной роли, которая бы за это отвечала. То есть мне кажется, он размазывается по этапам доставки. То есть какие-то риски обрабатывает на себя продуктовый продуктовый. Дальше риски, уже связанные с реализацией, они скорее на тем лиде. Где-то, видимо, посередине они договариваются по тому, сколько на это закладывать ресурсов, стоит ли этот риск того. Нет, я уточню. Ну, допустим, начинаем с MVP, да, и отказываемся добровольно от какого-то функционала. Но это несет риск определенный, что клиенту это потребуется, они уйдут. Вот такие риски где-то вне команды фиксируются и управляются или нет? Я думаю, они фиксируются в блокнотике у продуктовнера. У нас нет отдельной системы для менеджмента таких рисков. То есть тут все на зрелость продуктовнера. Кто-то, может быть, очень красиво ведет в Генте, а кто-то у себя в блокноте. Спасибо. Так, отлично. И один вопрос из чата. Коучит ли delivery manager командой по инженерным практикам? И топ-3 компетенции delivery manager? Коучит ли по инженерным практикам? Скорее, да. Но здесь важно, наверное, сохранять вот этот правильный баланс коучинга, потому что, во-первых, delivery manager не всегда являются экспертами по инженерным практикам. Это раз. Во-вторых, у нас нет цели, чтобы delivery manager были экспертами по инженерным практикам. То есть мы стараемся отвечать за горизонтальное распространение знаний и понятно, что когда у delivery manager несколько команд, он становится, он для каждой старается собрать все самое лучшее из того, что он увидел в своих командах, из того, что он видел в соседних командах. Это нормально. Но финальное решение должна принимать команда, она не должна сваливать на delivery manager, что ты выбери за нас хорошие инженерные практики, вообще все самое хорошее нам принеси, а мы просто это возьмем. Так не работает. А какая там вторая часть была? Топ-3 компетенции delivery manager. Топ-3 компетенции. Никогда я их не ранжировал. Ну, точно нужно уметь фасилитировать. Недавно мой хороший знакомый жаловался, что когда он запускал в школу скрам-мастеров agile coaching, и потом они проводили опрос на выходе, что же каждый для себя взял и стал использовать, то 90% ответили фасилитирование, а все остальное как бы так уже на месте разберемся. Поэтому нужно уметь фасилитировать, нужно понимать модель изменений и групповую динамику. То есть у нас нет цели быть навсегда прикованным командам, мы хотим их развивать, улучшать, в какой-то момент выходить из них. Это непосредственно прописано в нашей роли, мы не фиксируемся навсегда. Понятно, что могут возникать ситуации, из-за которых команда откатывается в практиках, в зрелости, вообще в том, как они себя ощущают, и тогда нужно снова возвращаться. Но цель все-таки развивать команду, поэтому нужно уметь вот эту модель развития на свои действия накладывать, соблюдать баланс между помощью и коучингом. И, соответственно, по мере повышения зрелости сдвигать его все больше и больше в сторону коучинга. А третья? А третья компетенция? Ну, видимо, это некая смесь стрессоустойчивости и здорового пофигизма, потому что у нас достаточно тяжелая профессия в плане… Ладно, не буду говорить про эту статистику, но, в общем, люди выгорают, потому что тяжело проводить изменения, нет быстрого дофамина от твоих действий, которые есть во многих профессиях, ты что-то сделал, увидел результат, валидировал его, тебе классно. Изменения проводить — это долго, это сложно, а результат не всегда потом можно оценить, потому что куча всего накладывается другого. И нужно уметь с этим жить, то есть не расстраиваться, работать дальше и ждать своих результатов, иногда там, может быть, полгода, иногда больше. Важно их дожидаться. Спасибо. Вопрос из зала. Спасибо за доклад. Сначала, ну, просто даже не вопрос, а комментарий к одному из предыдущих вопросов. То, что, ну, чаще всего на моем опыте лучше не доставить какую-то лишнюю фичу, но довести те, которые есть, чтобы они работали. Это больше влияет на лояльность клиентов, чем довести больше, но они будут не работать. По поводу доклада самого. Я не знаю, может быть, я что-то не расслышал, но в основном в тех командах, в тех проектах, где я работал, мы переходили скорее от Kanban к Scrum, к его спринтам, чтобы получить какую-то предсказуемость именно по деливе и как-то вот большую управляемость процессом. Да, не весь Scrum целиком, конечно, без его ритуалов каких-то совсем, но хотя бы вот это деление на спринты. А тут прозвучало, что наоборот вроде как движение было, если я правильно услышал. Интересно услышать, как и почему. И еще один момент. Ну, то есть в целом понимание примерно есть, полезности позиции, профессии и так далее. Есть ли у вас какая-то, не знаю, пример орг структуры, пример каких-то кратких тезисов, с которыми можно прийти к руководству и вот донести это понимание, это знание выше? Давай, наверное, с конца начну отвечать, так будет проще. Про короткие тезисы боюсь, что ответ будет нет, потому что все очень сильно зависит от контекста и продажу, мне кажется, этой роли, обоснование необходимости нужно начинать не с каких-то таких эмпирических отсылок, что вот там вот эти ребята существуют, они помогают, да, а нужно все-таки копнуть в свой контекст, понять, какие в нем есть проблемы, хотя бы так верхнеуровнево, да, и дальше понять, вот решение этих проблем, сколько вообще принесет пользы, оправдано ли там подключение фуллтайм человека, есть ли потенциал к тому, чтобы там эволюционно дальше развиваться. Если ответ да, ну, кажется, там половина продажи уже сформулирована. А по поводу того, что мы перешли от скрама к канбану, да, это так и было. Здесь, наверное, основным драйвером было то, что канбан накладывает меньше обязательных встреч, которые не всегда приносят пользу, да, и та же вот эта там прогнозируемость, это такая палка о двух концах. Ты можешь всегда все лучше и лучше планировать, все детальнее и детальнее описывать требования. И здесь лишь ты сам можешь ответить себе на вопрос, в какой момент стоит остановиться. То же самое там и с поставкой, и с принтами. Вы можете тратить очень много сил на оценку и не попадать в нее. Чаще примерно так и происходит. И здесь вот увеличение количества затраченных сил, оно очень слабо коррелирует с попаданием по факту. Вы можете там прям, ну, очень сильно стараться оценивать, хоть в несколько итераций, но все равно будут другие причины, которые вас будут выбивать из ваших оценок. Соответственно, мы приходим к вопросу, а нужно ли вообще стараться оценивать, если очень велик факт неопределенности. Если у вас получается хорошо оценивать, там быстро и попадать, ну, круто, вам повезло. Я обычно работал в таком домене, где это очень тяжело реализуемо, и мы в итоге пришли к тому, что лучше эти силы тратить непосредственно на разработку продукта, а не на попытку предсказать вещи, которые слабо предсказываются. Окей, у нас тогда последний вопрос. Кому не успели ответить на вопросы, вы можете помучить спикеров в кулуарах. А сейчас давайте быстрый вопрос один, чтобы мы успели. Маш, вот здесь у нас есть руки тоже. Давай чуть вперед, может? Ну, давайте. Давай. Надо выбирать. Вы короткий вопрос зададите? Давай. На какие встречи ходишь? У меня несколько шапок, поэтому на встречи командного уровня я практически не хожу. Если там нет какого-то исключительного, это скорее встречи по синхронизации уже команды, либо по построению стратегии того, как мы дальше эволюционируем как платформы. Ну и на встречи по профессии с любимыми коллегами тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок